Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. И сегодня воскресенье, 28 февраля, и мы с вами прочитаем отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам, шестую главу с 12 по 20 стихи. Вот как звучит этот отрывок на русском языке. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева, и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своей. Разве не знаете, что тела – ваша суть члены Христовы? И так отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющиеся с блудницей становится одно тело с ней? Ибо сказано, два будут, одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. «Бегайте, блуда! Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела – ваше суть храм живущего у вас святаго Духа, которого имеете ли вы от Бога? И вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой. Вы всему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Очень интересный отрывок, дорогие братья и сестры. Мы с вами достаточно уже давно не читали послания апостола Павла, самых, так сказать, ранних, самых таких его интересных, наполненных вот этими парадоксами, спорами, с воображаемыми собеседниками. В частности, как раз в этом отрывке мы с вами имеем пример вот этого литературного приема, который называется «Диатриба», который, собственно, и обозначает такой прием литературный, как «диалог с воображаемым собеседником». Очень важно понимать, что это именно диалог с воображаемым собеседником. Почему? Потому что те мысли, которые апостол Павел озвучивает в качестве мыслей своих оппонентов, ни в коем случае нельзя приписать самому апостолу Павлу. И если это правильно не разобрать, или, может быть, правильно не выделить в переводе, здесь в синодальном это никак не выделено, в новых переводах стараются оформить вот эти места в тексте именно в виде диалога, чтобы было понятно, ну и, конечно же, беря в кавычки определенные слова, чтобы было понятно, что апостол Павел здесь имеет в виду слова, каких-то его оппонентов, каких-то его собеседников. И вот как раз даже начинается этот отрывок, 12 стихом, где мы видим вот прием этот самый, о котором я говорил, диатрип, то есть диалога, спора с воображаемым собеседником. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Мы помним, что в Коринфе, в Коринфской церкви, которая, как мы понимаем, находясь вот в этом городе Коринфе, городе достаточно вольных, даже подчас распущенных нравов, в этой самой церкви существовала, напомню, группа людей, христиан, которые не совсем, может быть, правильно до конца понимали «свобода во Христе». Собственно, по-латински «свобода» – «либертас». И вот этих христиан в библиистике принято называть «либертинисты». Вот от этого латинского слова «либертас» – «свобода». Либертинисты полагали, что во Христе Иисусе позволительно делать все, то есть вообще все можно. Ну, раз Христос освободил людей, значит, все можно, значит, нет ничего запрещенного. И, собственно, их лозунг, он так и звучал – «все мне позволительно». Коротко, ясно, конкретно. И вот этот лозунг как раз звучит здесь, в 12 стихе, причем звучит дважды. Апостол Павел понимал опасность вот такого, так сказать, глобального подхода вседозвольности. Конечно же, апостол Павел сам учил, что Христос освободил нас от рабства греху, смерти и игу закона. То есть Христос освободил человека от рабства даже тому же закону. И мы много об этом говорили и будем говорить, когда будем читать послание к римлянам в свое время. Но это не означало, что жизнь во Христе и действительно стяжание этой свободы во Христе должно приводить человека к полной вседозвольности, к полной анархии. И поэтому апостолу Павлу важно было вот в этой дискуссии одновременно не противоречить самому себе, поскольку сам апостол Павел говорит о свободе во Христе, значит, он не должен перечеркнуть эту свободу. Ведь мы помним в послании к галатам апостол Павел настойчиво говорит тому адресату, кому обращено это послание, то есть христианам галати, что вы призваны к свободе и не преклоняйтесь больше под ермо рабства. Это была принципиальная позиция апостола Павла. И поэтому отозвать ее обратно, перечеркнуть ее и говорить нечто другое он не мог. Но ему нужно было, тем не менее, каким-то образом все-таки вступить в дискуссию, каким-то образом увещевать вот этих либертинистов. И в конце концов мы получаем вот такой вот диалог, такую вот дискуссию, вначале такую, можно сказать, очень короткую, с короткими тезисами, с одной и с другой стороны. Это вот, собственно, 12 стих. То есть это начало вот этого диалога, этой дискуссии. Каринские либертинисты заявляют, «Все мне позволительно», а Павел отвечает, «Но не все полезно». Они опять говорят, «Все мне позволительно», а он отвечает, «Но ничто не должно обладать мною». Дальше и в 13 стихе, и ниже мы можем найти еще примеры этого диалога с воображаемым соцбеседником, то есть этих диатриб. Но, конечно, за недостатком времени мы просто-напросто не успеем поговорить подробно обо всем. Поэтому, по большому счету, мы сейчас остановимся вот на этом 12 стихе, чтобы понять его. Ну, об остальных мыслях этого отрывка, может быть, когда-нибудь поговорим в другой раз. «Все мне позволительно», но не все полезно. То есть смотрите, каким путем идет апостол Павел. Поскольку он сам, еще раз повторю, говорил в своих проповедях, в своих посланиях о том, что во Христе даруется свобода, он не может коринфянам противоречить напрямую. То есть они говорят, все мне позволительно. Если бы Павел хотел зарубить на корню эту позицию, он бы отвечал им, нет, не все мне позволительно. Есть что-то, что запрещено. Но он так не отвечает. Он понимает, что нельзя так ответить. Это будет явным противоречием самому себе. Поэтому он заходит как бы с другого входа, если так можно выразиться, да, с другого конца. Он соглашается принципиально, да, позволительно, но не все полезно. Они ему опять, так все же позволительно. Он опять им не отвечает, нет, не все. Он ему говорит, да, все, но ничто не должно обладать мною. То есть смотрите, дорогие братья и сестры, как апостол Павел здесь разворачивает свою дискуссию. Он действительно соглашается, что во Христе Иисусе мы вышли из-под сугубо законнического миропонимания. Мы вышли из давления закона, буквы закона. Но при этом это ни в коем случае не означает, что христиане должны поступать все дозволенно, что они не должны руководствоваться чем-то в своей жизни. Руководствоваться христианин призван всегда принципом любви. Все должно быть пронизано любовью. И есть много, конечно же, в жизни вещей, которые противоречат принципу любви, которые не полезны, они не созидают, они неконструктивны как для самого человека, так и для окружающих. И мало того, есть вещи, которые, если человек будет делать, впадать в привязанность к этим вещам, в рабство, как мы недавно говорили, читая на соборное послание апостола Петра, что если ты к чему-то привяжешься, то ты будешь тому рабом. Так вот, если ты будешь чему-то рабом, что-то будет, как здесь написано, обладать тобою, человеком, то, конечно же, о какой свободе будет идти речь? Вот здесь круг замыкается. Да, все позволительно, но не все полезно. Да, все позволительно, но ничто не должно обладать мною. Если ты будешь делать все, что угодно, ты можешь сам, в конце концов, попасть в ситуацию, когда что-то будет обладать тобою. И значит, уже ни о какой свободе речи быть не может. Вот как апостол Павел тонко, глубоко смог построить свои доводы. И, в конце концов, дискуссию, эту короткую, да, где тезис на тезис, можно сказать, они тезис говорят, апостол Павел что-то противопоставляет. И при этом мы видим, что апостол Павел не погрешил против самого себя, не погрешил против истинной христианской проповеди. Он не обратно не отозвал тех, кому он пишет, с кем он спорит. То есть Коринфян как бы в ветхозаветное, в ветхое миропонимание. Даже почувствовав эту опасность, что сейчас коринфяны могут действительно окончательно утвердиться во вседозволенности, апостол Павел не стал опять их ставить в законническое состояние. Говорит им, что вы такое говорите, что все мне позволительно. Нет, это нельзя, это нельзя, не это нельзя, а вот это можно. Нет, Павел не вывалился, так скажем, на этот уровень дискуссий, не спустился на ступень ниже. Он остался на уровне христианской свободы, христианской истины. Но при этом он просто подвел Коринфян к пониманию того, что если вы будете пользоваться этой свободой, совершенно не соизмеряя ее с принципом любви, то в конце концов вы станете рабами чего-то, и все, и конец вашей свободе. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы с вами сегодня читали отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам, 6 главу с 12 по 20 стихи. Также напоминаю необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великая отрада и утешение и наставление. Храни вас всех, Господь! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова